Беларусь Беларусь Я многих таких знаю, которые сегодня обличены большой властью, но как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо. Но это моя позиция, моя точка зрения, я никому ее не навязываю. Это вам решать, как будете жить вы, как будут жить ваши дети. Я только исхожу из того, что всегда надо действовать сообразно обстоятельствам. Если нужно одеть маску на лицо, оденьте. Если нужно другим образом поберечься, берегите себя. Но действуйте сообразно тому, как складываются обстоятельства. Если он на самом деле нас видит, то он нам поможет. Иначе не может быть. Но где-то и накажет за все наши прегрешения. Уж слишком в последнее время мы ведем себя не так, как он нам завещал и завещает. Мы безобразно относимся к природе. Мы вообще отошли от принципов нормальной морали. Мы привыкли пренебречь всем ради денег. Это что, нормально? Это ненормально. Так и думаю, что, наверное, он нам по делу стукнул по голове. Поэтому, кому больше, кому меньше. Кому больше, кому меньше, вы посудите сами, посмотрите на мир, как развивается этот психоз и болезни. Более того, я еще месяц вам говорил о том, поживем, увидим, кто как использует эту ситуацию в своих целях. Посмотрите, сегодня уже видно, кто как пытается использовать эту ситуацию. Я уже прямо вынужден был констатировать, чтобы обратить внимание органам власти и нашего народа белорусского, что болезнь коронавируса стала политикой. Сегодня это уже стало политикой. Люди не думают о болезни и как помочь друг другу. В лучшем случае думают, как отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Поэтому вы видите, что происходит и как использует отдельное уже государство в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет. Я всегда говорил белорусам и сейчас, повторю, в этом храме. Все это пройдет. А что будет после этого с нами? Знаете, одному трудно в мире особенно идти противотечения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться. Что мы должны работать. Слушайте, а как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеять, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные, демократичные, сегодня начали работать. Начали открывать свои заводы, фабрики, школы. А в это время у них еще гибнет до 600 человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь? Я исходил из одной простой мудрости, рожденной нашими людьми. Когда трудно, желательно стиль жизни не менять. Если крестьяне сеют и убирают, пусть сеют. Если рабочие идут на фабрику и работают, пусть они работают. В этих условиях не надо резко менять жизнь. Поэтому я не запрещал работать на земле, на заводах, фабриках. Я не закрывал границы. Вокруг нас закрылись. Ну, закрылись и закрылись. Мы определили коридоры, мы транзитная страна. Не без проблем. Но тысячи автомобилей большегрузных возят необходимые грузы через нас и нам, с запада на восток. Поэтому я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Я говорю, всякое может быть. Я не забегаю вперед. Но даже вы, люди вроде отвлеченные и настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках, и вы лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь. Нам бы этот период достойно прожить. Поэтому я желаю вам быть здоровыми. Потому что воскресение Христово – это свидетельство победы добра над злом. Христово – это пример самопожертвования. И поэтому мы не должны прятаться за стенами храма и бояться зайти в храм. Потому что он не боялся, он жертвовал ради людей. Почему же мы спрятались? Этот вопрос жизни перед кем-то со временем поставит. И это надо помнить. Я немножко разоткровенничался, ушел в сторону от традиционных празднест в этот день. Но куда от этого денешься? Да и вы, наверное, ждали, что я что-то по этому поводу скажу. Потому что, ну, давайте говорить откровенно, в силу нашей Конституции, все-таки от президента в нашей стране многое зависит. Я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. Ну, а кто прав, кто виноват, буквально через, сколько тут осталось, 4-5 месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть. И никто над вами давлять не будет. Это вы решите сами. Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем. Мы будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как она будет развиваться. Сегодня на нашей планете страдают от всех болезней. Вы знаете, пневмонии, на которых мы зациклились все, коронавирусная, не коронавирусная, болезнь легких, это десятая часть от болезней других, и даже двадцатая может, и может сотая часть. У нас много людей, которые болеют сердечными болезнями, сердечно-сосудистыми. У нас много людей, страдающих от онкологии, от сахарного диабета, от ожирения. Вы знаете, вот мы вытаскивали, врачи наши молодцы в этом плане, они уже сориентировались, тяжелейших больных. Ну скажите, как можно спасти человека под восемьдесят, уже с ослабленным иммунитетом, когда он не обратился к врачу при первых симптомах заболевания? Ну если ты, извините мне, закашлялся, засморкался, ну позвони врачу. Мы тебя проверим в течение нескольких часов и примем решение, что с тобой делать, как тебя лечить. Поэтому поберегите себя, подумайте об этом. Я часто говорю, что в этом коронапсихозе есть много того и положительного, что мы оставим себе на будущее. Мы забываем о том, что выходя куда-то, что-то, надо руки с мылом хорошо помыть. Надо жить в гармонии с природой, надо с любовью относиться к ближнему. Мы же это забыли. И когда стало трудно, все это пришло к нам. Дезинфекция улиц, домов, подъездов, что это так трудно, это несложно. И это даст свой эффект. И вот это с нами должно остаться навсегда, как вывод из этой сложной ситуации. Не переживайте. Если вы чуть-чуть сделаете навстречу своему здоровью и спасению, чуть-чуть, маленький шажок, у нас с завтрашнего дня будет лучше. Хуже не будет. Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть, она кому-то нравится, не нравится, но она сделает все для того, чтобы вы были защищены. Еще раз повторяю. Только вы сделайте маленький шажок навстречу своему здравию. Навстречу тому, о чем вы мечтаете. Берегите своих детей. Если мы будем вместе, все будет хорошо. Я только что сказал, что все народы мира страдают сегодня и от того, как нагнетается ситуация в этом мире, и от болезней. Я хочу из этого храма обратиться к нашим братьям, россиянам и украинцам. Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, даже сложнее у них сегодня, чем у нас. Я хочу от всех нас, от белорусов, пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду. Зачастую рукотворную, созданную нами самими. Пусть наши братья живут в мире и согласии. Я уверен, если они будут верить и также будут стремиться жить, они преодолеют эти невзгоды. Все преодолеют. Я также хочу обратиться к нашим соседям. Полякам, литовцам, латышам. И пожелать им скорого выздоровления. А также европейцам, американцам, китайцам, которые здорово нам помогают в лечении людей, их советами. У них опыт очень большой. Всем, всем тем людям, которые живут мирно и хотят жить впредь. Так и дальше. С воскресением Христовым всех вас! Христос воскрес! Христос воскрес! Субтитры подогнал «Симон»